А пока сильный пол борется, прекрасная половина человечества готовится к празднованию Международного Женского Дня. Сегодня во Дворце Творчества Детей и Молодежи прошло торжество, на котором признания в любви, подарки и комплименты дарили до начала 8 марта. На праздники побывала и съемочная группа Челны 24. Встречали прекрасных челнинок с размахом. Специально для них играл джазовый оркестр и были организованы фотозоны. Потом нарядные дамы не спешили занимать свои места. Каждый приглашенный подарили открытку ручной работы от учеников школ города и сладкие презенты. Пришла весна, все оживает кругом. И мы, конечно, радостные, счастливые пришли на этот праздник и очень счастливы, что мы здесь побываем. На сцене прекрасных леди ожидал не только праздничный концерт. В этом году прямо во время торжества запустили своеобразное реалити-шоу – проект «Преображение». На сцене оказались две челнинки – многодетные мамы. Но ненадолго. Их тут же увели за кулисы. Прямо в ходе концерта с ними поработали стилисты и визажисты. Все это – подарок 8 марта. Потому что каждая женщина мечтает об этом. Тем более мама – многодетные мамы, у которых много деток, очень мало времени на себя. И когда с ними работают специалисты, профессионалы – это всегда очень приятно. Всего на праздничном концерте собралось около 600 дам. Среди них – представители отрасли культуры, медицины, спорта и образования. Особое внимание уделили главным героиням 2020-го – трушеницам тыла и ветеранам Великой Отечественной. Их наградили почетными медалями к 75-летию победы. На таких женщинах, если хотите, держится не только мир, но и держится наша республика и наш город на обежной челны. Со сцены прозвучали не только слова поздравления. Творческие коллективы города украсили праздник необычным букетом из песен и танцев. Эльмира Гайнудинова, Алина Мефтахова, Радик Ганеев, Челны, 24.